Накануне свершилось историческое снижение ключевой ставки до 4,5%. Ну и вслед за этим стоимость кредитов для граждан немножко снизилась. Гордость президента. Однако это не помогает снизить безработицу, это не повышает благосостояние граждан. Но тогда зачем же это постоянно обсуждается не только в профессиональных сообществах, но и в массовых СМИ? Да потому, что власти в очередной раз занимаются имитацией заботы о гражданах, отвлекают внимание от общей картины. Своим мнением об этом с накануне ТВ поделился председатель Русского экономического общества имени Шарапова профессор МГИМО Валентин Катасонов. Наше внимание на том, что вот ключевая ставка приближает все основные параметры экономики. Ну вот представьте себе, вы живете в доме, дом отапливается газом, здесь газовый котел, ко мне есть регулятор температуры, но при этом какие-то товарищи хозяину дома сказали, ты можешь пользоваться домом, ты можешь пользоваться газом и котлом, но при этом одно условие. Откройте, пожалуйста, двери и окна этого дома и держи их всегда открытыми. Представьте себе, наступает осень, наступала зима, на улице минус 30, вы, значит, регулируете режим работы котла, повышаете температуру, вы доводите до максимума, предположим, до плюс 100, а в доме все равно холодно, в доме все равно отрицательная температура, вы замерзаете, вы умираете. Вот это такой, знаете, аллегорический образ для того, чтобы было понятно, что происходит. Все сконцентрировали свое внимание на этом регуляторе, на этом инструменте управления. Но почему-то никто не обращает внимания, что можно понизить до плюс 20 градовировку, но при этом закрыть двери окна. Под открытыми дверями и окнами я имею в виду полную открытость российской экономики. Как вы можете регулировать температуру в доме, если у вас открыты двери окна? Вы поняли мой набег. То есть необходимо, значит, есть все ограничения, даже запреты на свободное движение капитала. Все регуляторы находятся за пределами России. Это, прежде всего, центральные банки других стран, федеральная регулярная система, у которых есть богатые инструментарии для того, чтобы управлять потоками капитала. Ну, например, значит, рейтинговые оценки российской экономики, российских компаний. Повысили рейтинг, значит, что капитал двигается в сторону России. В России становится немножко теплее. Понизили рейтинг России. Ну и, соответственно, в России становится холоднее. Ну, собственно говоря, на вот этих колебаниях, температурах, и строится весь спекулятивный бизнес. Я уже не говорю о том, что для того, чтобы уничтожить Россию, предположим, заморозить ее, для этого можно использовать те же самые инструменты. То есть это не только экономические инструменты, это еще и политические инструменты. Так что сама к себе ключевая ставка ничего не решает. Необходимо наводить порядок в доме. А наводить порядок в доме – это, прежде всего, закрывать двери ухта. И не только для того, чтобы регулировать температуру дома, но и для того, чтобы всякие люди не заходили в воружу и не забирали вещи. Выносили их. Понимаете, собственно, что такое иностранные инвестиции, которые приходят в Россию? Это просто какие-то марагеры, которые здесь грабят Россию и выносят все за пределы страны. Конечно, в этом грабеже участвуют не только иностранные спекулянты, но и российские. Это одна шайка лейка. Уровень жизни граждан – вот что никто не обсуждает. Хотя фразы типа «благосостояние граждан» президенты произносят. И Центробанк изо всех сил таргетирует инфляцию. И банки снижают процентные ставки по кредитам. Но безработица растет, растет число просроченных кредитов. И дело не в коронавирусе. Система продолжает выжимать из граждан остатки средств, не давая взамен ничего. Для нас главное – это не инфляция. Наше сознание пытается перепрограммировать, чтобы мы следили. Для нас что главное? Для нас главное – это жизненный уровень. Для нас важно, чтобы восстановилась экономика, реальный сектор экономики. Инфляция – это ступервый показатель. Если вы сосредоточите все свое внимание на ступервом показателе, вы точно уйдете куда-нибудь в другой стиль. Центральный банк специально занялся так называемым таргетированием инфляции. А между прочим, это грубейшее нарушение Конституции Российской Федерации. В Одессе, каждый говорит о том, что главной функцией Центрального банка является обеспечение устойчивости российского рубля. А устойчивость российского рубля – это не таргетирование инфляции, а это нулевая инфляция. Это значит, что они заранее уже закладывают какую-то инфляцию. Центральный банк заранее отказывается от выполнения своей основной функции или обязанности. И плюс к этому он полностью отказался от поддержания валютного курса рубля. Свободной плавни рубля. Вы понимаете, это преступление вообще. Доходы падают. Людей просто превратят в пробу. Независимо от того, какая будет процентная ставка. Если доходы людей падают, то, естественно, возможность для выполнения сахар-дизайса по кредитам падает. Вы посмотрите, сколько сегодня процвучных кредитов. А ведь эта прозвучка в основном возникала еще до коронавирусного, до этого кризиса. А сейчас она будет расти. А что такое процвучные кредиты? В конце концов, придут какие-нибудь там рейдеры, которые называются коллекторами, и просто вас ограбят. Безусловно, будут брать больше кредитов. Но, опять-таки, не для того, чтобы развивать Россию с полководством, а для того, чтобы что-то такое там провернуть на финансовом фондовом рынке, и финансовый результат уйти за пределы страны. Все механизмы настроены на то, чтобы Россию доить, для того, чтобы из нее, как из лимона, выжимать отставки какого-то богатства. И хотелось бы гордиться за достижение экономического блока правительства, ведь Путин назвал ключевую ставку в 4,5% минимальной за всю нашу новейшую историю. Только гордиться умирающей экономикой не получается. Для того, чтобы вылечить человека, необходимо комплексная терапия. А когда вам предлагают какую-то палочку-вучалочку, а, вот вы знаете, прекрасное лекарство, но это же обман, нету комплексной терапии. А почему нет комплексной терапии? А потому что, по большому счету, врачам, я образно выражаюсь, нет никакого смысла вас вылечивать. Вы всегда должны находиться в живом состоянии, для того, чтобы вас можно было доить. Точно так же и с российской экономикой. Никому не выгодно, что российская экономика, она была здоровой. И те, кто занимаются кредитами, кто занимаются вопросами ключевой ставки и так далее. Потому что над ними стоял хоряевый денег. Посмотрите на картину целиком. Все средоточились на каких-то частностях. А картины никто не видит целиком. А если вы увидите картину целиком, вы поймете тогда, что нас просто убивают. Необходимо, прежде всего, перекрыть свободное движение капитала. Необходимо немедленно выйти из всемирной торговой организации, потому что мы не в состоянии восстанавливать свою экономику при таких импортных пошлинах. Они практически отсутствуют импортные пошлины. Никакое восстановление экономики без этого невозможно. Необходимо, чтобы действительно Центральный банк без валютного отменника превратился в Центральный банк. Он еще не валютный отменник. Центральный банк – это институт, который выдает кредит. А в банке России 80% всех активов – это валютные резервы. Это не Центральный банк. Если мы начнем использовать правильные слова, нам все станет понятно. Центральный банк, предположим, это Федеральная экземная система, Европейских Центральный банк, но не Банк России. Банк России – это валютный отменник. А Российский Европа – это перекрашенная иностранная валюта. Это вот институт, который типичен для коллегиных стран. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...